Итак, дорогие друзья, в принципе, для участников школы я обещал записать видео, потому что вижу даже с людьми, которыми уделяешь время в группе, есть ошибки. Итак, ребят, смотрите, да, предупреждаю о такой вещи. Ребят, есть люди, которым нравится мое обучение, которым не нравится. Если не нравится, просто выключайте и все. Итак, 11 лет я работаю над созданием системы обучения языку. Сейчас мы постараемся разобрать следующие вопросы. Ребят, вот факт. Можно изучать язык 2 года и писать отменно. И тоже утверждение. Можно изучать язык 2 года и так не начать писать. То есть код понимать, но писать не получится. От чего это зависит? Это зависит от того, как вы выстроите отношения с языком программирования. Мы рассмотрим это на примере реальных людей. Ну, Мурата в данном случае из Казахстана, парни. Так вот, я просто покажу, как можно ускорить изучение языка, за счет чего. Это мы разберем, да, опять же на примере Мурата. Как взять курс на фуллстэк программиста и многие вещи другие. Нам для нас важно привести доказательства, чтобы самим понять и поверить, что есть факторы, которые влияют на успех обучения. Да, это в принципе и есть система. Я предлагаю свою систему Валерия Бусановского. Но у нас будут несколько вопросов, которые надо решить. Ну, возьмем, например, новичка. Когда приходит новичок, по сути дела, он может либо начать смотреть курс, он может начать читать книгу, и в принципе это то, что ведет убийственно в никуда. Вы спросите, что получается в сноске? Вот ты умный, да, а мы дураки. Ребят, да нет, я такого не говорил. Язык может выучить каждый. Либо как я дурак, четыре года потеряв, а потом начал заниматься. Вы выучите, если хватит терпения. Раз. Вы можете, допустим, новичок, он не знает, он не знает ни о чем, он не знает, какие вопросы задавать. У него где-то крутится только один вопрос. А что можно писать на языке, хотя все эти вопросы не имеют отношения к изучению никакого. То есть у новичка нет дорожной карты. Он чуть с языком определился. И можно сказать, что он выучит. Конечно, выучит. Потеряет два, три, четыре года. Да, Петриш как надо учить. Потом выучит за пару лет. Итого шесть лет. Но есть другой вариант. Я вот сейчас пытаюсь вам объяснить, что можно абсолютно с нуля, как, допустим, в школе Серега Осадчий через полгода начал писать на двух языках, как делает Мурат, где я сказал, давай ускоряться, и то совершает ошибки. То есть это и называется выстроить отношения. Я вам предлагаю сейчас с первых шагов понимать, что вы делаете. То есть расскажу о системе. Ну, для участников школы самое важное быть в группе, потому что именно в группе все это решается. Значит, ребят, видео я постараюсь писать не больше 10-15 минут, их будет несколько, потому что придется затрагивать разные вещи, но не пугайтесь. Я всегда говорю очень просто, даже о сложном. Вот в следующем видео мы сейчас поговорили, то есть о шапке, да, что мы будем делать. А в следующем видео мы рассмотрим конкретно Мурата. И, пожалуйста, я вас прошу не пугаться, потому что я вам покажу то, с чем вы сталкиваетесь практически каждый день. Мы рассмотрим некоторые вещи понимания в очень простом формате, да, но в 3D вы поймете, что ведь это я делаю каждый день, и действительно я могу изучать язык эффективно. Ну, к этому позже дойдем. На этом видео заканчиваем. И посыл видео такой. Посыл видео такой. Ребята, я не скажу, что я супер умный человек. Обычный. Многие из вас, кто сидит за мониторами, намного умнее меня. Нас сейчас отличает две вещи. Одна – опыт. То есть, если вы конкретно в вопросе программирования разбираетесь, какой язык учить, там, что делать, у вас нет опыта. А у меня опыт обучения и именно работы над системой обучения языков 11 лет. При этом систему, начав изучать язык с 2009 года, систему над системой именно сейчас, вот как новый вариант школы, который я разрабатываю, я начал работать только с 2017 года. Итого, с 2009 до 2017 – 8 лет. В 2020 году, когда уже пришел к тому, а как действительно реально просто обучать сразу разработки и брать опыт программистов, которых 25 лет и больше, да? Но ведь прошло 11 лет. А я вам говорю так, ребят, я, у меня есть что сказать и говорю, что абсолютно с нуля вам не надо тратить 11 лет, потому что это я работал на системе, мне это интересно. Вы можете стать программистом за полтора-два года, действительно, хорошим программистом, а через 11 лет вы будете, ой-ой-ой, как высоко и далеко. Выбор за вами. И заметьте, я не сказал, что вот вы не знаете, а я знаю. Нет. Каждый может стать программистом. Просто у меня было огромное желание, да? И мне это интересно. Но возьмем большинство ребят. Начал человек там читать книгу. Читаю, читаю, засыпаю, неинтересно. Почему? Скучно. Абсолютно верно. Это же не изучение языка по книгам. Выучить можно? Можно. Вот вы, если новичок, вы можете сейчас прямо написать систему обучения и доказать ее, что она будет работать? Если нет, то смотрим видео. Я могу. И я повторюсь. Я не умнее вас. У меня просто больше опыта именно в этом вопросе. У меня есть чем поделиться. Каждый из вас может стать программистом. Вопрос всегда. Во времени, сколько вы потеряете зря. Вот и все. Итак, следующее видео. Смотрим дальше. Продолжение следует...